Чтобы выжить, нужно проходить эти кайданы каждые три дня. Только от вас зависит, какой будет концовка этого кайдана. Время пошло. Ведь слушайте эксклюзивно в ВК-музыке. В общем, это распаковка видео с Wildberries. А на фоне все мои заказы. Ура! Распаковка с ВБ! Мы так ее сильно любим. Мы же так любим тратить деньги. А потом, чтобы с нас забирали деньги за возврат, который мы хотим сделать. Ура! Еще в этом видео я уничтожаю одежду. Насколько я должна это все порезать? Но сперва небольшая предыстория. Неделю назад. Здорово всем. Что тут делает Каролина, это не важно. Кстати, с вами говорит ее голос, но это тоже не важно. Важно то, что поколись развлекается в Таиланде, а я весь сложилась в котами у нее дома. Прибыл Годжо Сатору. Госпожа Ава им поручила мне очень важную задачу. Заказать ей одежду с Wildberries на проверку для видео. Ему еще нормально. Но Лиз не знает, что я получил гадюк, который решил заказать ей не нормальные шмотки, а одежду с самым низким рейтингом. Где все самое ужасное, некачественное и с одной звездой, где все очень-очень плохо. Никогда не покупайте вот это. Как вы поняли, Каролина заказала мне вещи. Честно говоря, я без малейшего понятия, что конкретно она мне заказала, мне даже страшно представить. Потому что я вижу какие-то готические платья с бантиками. Ну, ладно. Вещица номер один. Вообще найти вещи с низким рейтингом было достаточно сложно. Потому что Wildberries всегда тебе его дает на оценки 5 звезд, 4 звезды. Поэтому это было реально челлендж, найти что-то действительно нормальное. Вот в этом смысл видео. Проверить, обоснован ли низкий рейтинг качеству вещи. 6 оценок 2,5 звезды. Стоит 1500 рублей. Ткань ужасная. Не впечатлила это платье. А кто-то пишет, очень удобное и классное платьюшко. Единственное, что мой рост 170, она короткая. Безобразное платье, лучше не рисковать. Окей, а мы рискуем. Но я немного этого платья не жду, если честно. Мне кажется, будет хрень какая-то. Распаковка первой вещи. Посмотрим, что же мне Каролина там подготовила. Так, ну... Что это? Это платье? Да. Ребят, ну... Подожди, а можно, пожалуйста, уточнить концепт нашего сегодняшнего видео? Это типа подарки, а это вещи, что сегодня мы делаем. Просто я не очень понимаю, как это пока оценивать. Ну, это значит, подарки на твои деньги. А, ну, в общем, ничего нового. Ну, в общем, это обычная базовая распаковочка популярных вещей. И ничего в них нет такого. Как бы они вот с хорошими оценочками. С хорошими оценочками. Че тебе не нравится-то? Ни дырки, ничего, нет? Ходи. Что? Ну, слушай, не так плохо, как могу быть. В смысле, не так плохо? Офигенное платье. Это очень красиво, мне реально оно нравится. Ну, ты только его засрала вначале. Ну, блин, оно в упаковке смотрелось отвратительно. А сейчас посмотрите. Ну, оно реально очень круто село на мою фигуру. Мне правда безумно нравится. Я не знаю, что еще сказать, потому что платье, по-моему, невероятно крутое. А что это за кассуар на шее? А, это бирка. Ценой. Платье. Оно очень синтетическое. Прям пипец. И вот эта фурнитура, она бесконечно некачественная. Она бесконечно дешевая. Вот насколько она может быть дешевой, настолько дешевая. Но при этом не бесплатно, это важный нюанс. Но в целом платье реально роскошное. Ну, не знаю, мне оно правда нравится. Оцениваем платье. Я считаю красивое. О, смотрите, здесь еще были. Забычат. Ну, вообще. По шкале качества 1 из 10. По шкале красивости, ну, все 8 из 10. Все, оно тебе нравится? Ты бы его оставила? Да, я, в принципе, весь мусор оставляю обычно. Но не в этот раз. Почему? Потому что теперь у обзоров с ВБ новые правила. Вообще, одежда это очень важная, нужная и полезная вещь. Но когда одежды много, я загниваю в мусоре. Не лиса, я. Вот здесь лисины вещи, а вот тут я сплю. Вы понимаете? Поэтому во время примерки шмоток с самым низким рейтингом, лисе нужно будет вывести вердикт. Понравилась ей эта вещь или нет? Если вещь ей не понравилась, то она откладывается в сторону. А уже после примерки всего куплено, ей придется с ней попрощаться. Каким способом? Все решит вот эта коробка. Здесь типа наказание для одежды. Там может быть все, что угодно, от разрезать до выкинуть и сжечь. Да, почему нет? Платье с рейтингом 2,5 лисе понравилось. Вещица номер 2. Итак, джинсы U2K. Малиновые. 6 оценок и 2 звезды. В отзывах пишут. Короткий не тот фасон. Фасон совершенно другой. Качество хворает и цвет не такой, как на картинке. Ну, хотя бы размеры соответствуют, некоторые пишут. Сейчас я вижу какие-то очень прикольные розовые джинсы. Давайте посмотрим, что будет внутри. Они выглядят хорошими и они по качеству, кстати, похожи на мою сумку от Дизель. Красную джинсу. А Дизель, они вообще хороши в джинсах. Прикольно. Это что? Вот это хорошие, кстати. Мне нравятся. Да, опять хотела у меня какую-то ерунду заказать, но в итоге ты купила не хайповые джинсы. Единственная проблема в них может быть то, что если они меня лезут, потому что они очень крутые. А как ты думаешь, сколько они стоили? 1002, я думаю, что за такие джинсы взяли. Ну, тут ответ будет неправильный. Вещица номер 3. Кроп-топ, оценка 3 и 2 при 188 отзывах. Понравился. Не соответствует картинке возврат. Топ ужасного качества. Вот одна созда, у кого-то 5 звезд. Это очень сильный разброс в оценках. Прям первый раз такое вижу. Давайте мерить. Распаковка. Так, ну здесь кажется, что-то профессиональное, потому что я вижу какую-то золотую вышивку. А золото, как мы знаем, это богатство. А, кстати говоря, у меня был, похоже, белый топик, поэтому этот топик абсолютно нормас. Он прикольный, сейчас будем его мерить. Итак, я иду. Это не трусы. Это мои шорты, если что. Ну, я просто предупреждаю. Итак, значит, каков будет вердикт? Брюки, конечно, реально хайп. Цвет у них хайп. Не хуже, чем дизель. Серьезно, максимально. Прям мне очень нравится. Кстати, такой цвет очень сложно получить. Я в этом уже нынче шарю. Крутые брюки. Максимально класс. Да, они мне велики. Да, в общем-то, они насрать, если велики. Как бы какое дело. Главное, что они малы. Но по поводу топика, это просто что? Ужасный, ужасный топик. Ужасный. Во-первых, он чешется. Это кошмарно. Неприятно, когда чешется топик. Тем более, в районе груди. Потому что будешь сидеть вот так вот начесывать, не поймут тебя. Ну, а дальше показать такие вещи неприлично. А как еще объяснить, что вот чешет он? Начешивает, правильно ли я сказала? Начешивает. Вот, потом, я говорю, у меня был похожий топик, но он был не такой говеный. Этот имеет только одну вот эту вот фиксирующую штуку. А на моем топике было несколько, поэтому он вот так вот утягивал. На кого? Если нет груди, оно просто будет никак. Если грудь есть, оно просто вот здесь вот не сходит, вот здесь. Короче, топик абсолютно чесотка, а вот брюки класс, мне нравятся. Так, значит, топик тебе не понравился? Нет. Итак, Лисе не понравилась первая вещь, это топик, а значит, от топика нужно избавиться. 50 бананов высоко, 50 бананов далеко. Лиса, что ты думаешь делать с вещами, которые тебе не понравились? Ничего, выкинем, как обычно. Мы их не выкидываем, мы их оставляем в этой квартире. А потом снимаем видео про распламление. Но эти вещи должны, возможно, уйти из этой квартиры, потому что я не хочу жить в мусоре. Ты видео снимаешь? Да. В общем, в этой сумке лежат записочки, что ты должна сделать с вещами, которые тебе не понравились. Извини, но я не могу сказать фразу, которую ставила уже классическую на моем ютуб-канале. За мной опять все повторяют. Это же у Рубрика угадает за Сай. Повторяют за Лисе Ауэми 19-го года. Не, ну это вообще, Каролина, это что-то новое. Жесть. Там разные задания. Боже, здесь у меня есть задания типа из серии «Отдай соседу». Я не знаю, какой-то он уже спозорный. Я, может, недоверимо отношусь. А, ну... Я, посмотрите, Яванг, тут как бы отдать подруге. Ладно, я отдам подруге. Это, в принципе, ну, не так жалко. Да, только ты должна отдать подруге с условием того, что тебе это скажешь. Я для тебя так старалась. Это подарок только... И вот так это тебе, кстати. За что? За что мне это все? Ну, потому что сказала, что у тебя проблемы с грудью на этом топике. Что еще с ним делать? Вы скажи. Какой отборный Сюра? Сейчас пойду Лере этот топик отдавать. Ужас. А, Лера, у меня кое-что для тебя есть. Пожалуйста, не спрашивай, что это и зачем это тебе. Но я должна это сделать. Только не говори, что тебе нравится. Прости, а я куда в этом? Все прекрасно. На финал битвы экстра-сайсов? Меня заставили тебе это подарить. Ну, пойдешь на финал. От шмотки избавились, ура. Вещица номер 4. Еще я заказала нарядный женский костюм. Там, конечно, оценок, наверное, ну, выше всех. Остальных тут 3,6 оценок. Дочери понравилось. Надо брать. Маломерка, как с Алиэкспресс. Короче, фигня. Ну, вот чем очень разнятся отзывы опять же. Но вообще, в целом, она выглядит прикольно. Не знаю. Вот, может, Нисе даже зайдет. Она любит такие рубашки. Ну, типа, пампершские. Сколько здесь вещей? У меня никогда не было столько вещей. Жесть. Распаковка. АСМР. Значит, здесь у нас действительно вот такие вот шорты, юбка. Кстати, выглядит прикольно. Вот этому бантюку, конечно, совсем печально. Ничего страшного. Кому не печально. Так, и это у нас к нему верхушку. Слушайте, ну, образ, кстати говоря, очень даже стильный. Мне нравится. Не уверена, что мне это пойдет, но это здорово. Костюм двойка называется. И вот это уже, кстати, нормальный полиэстер. Он не хороший, но это уже нормальный. Поэтому он, думаю, будет отлично носиться. Давай. Вставай, вставай, штанишки надевай. Кстати, очень даже красиво. Мне нравится. Да. Мне, на удивление, тоже очень нравится. Хотя в упаковке это выглядело просто отвратительно. Если честно, вещь очень крутая. Мне нравится этот фасон. Мне реально здесь нравится все. С заключением вот этого позорища. Это просто лишнее. Давайте, ладно, мы от него избавимся, чтобы как-то впечатление не ломать. Но чтобы вы понимали, вот такие вот вещи, это все делается вручную. Ну, в том плане, что сначала они делают вручную вот эту хрень. На машинах это не делается. Поверьте, человек, который работает в серии цикстиля. Потом он берется вот каким-то человеком булавка. Вставляется вот в эту вот хиробору. Прицепляется сюда. Только один вопрос. А нахрена? Это мы убираем. И этот бантик тоже, ну, просто полный отстой. А работа на него угрохана как бы не пять минут. Сами попробуйте такой бантик сделать. Но это просто ненужная хрень. И получаем абсолютно потрясающий, уравновешенный вид. Мне нравится. И это, кстати, шорты. Охрененные. Хочу отметить, что ты попробовала реально хорошую одежду. Давайте, брат, ты будешь, может быть, составлять заказы, а не я. Потому что у меня вечно какая-то херня. Я заказываю, вроде, хорошие вещи. Смотрю, блин, фотки с отзывами. Но мне приходится время вечно какое-то дерьмо. Что? Ну, хорошо, да. Давайте еще раз я тоже скажу, что я имею в виду такой же хорошую. По шкале роскоши богатства ботиков с Вайлдбрис я ставлю ей, ну, на девяточку. Можно за дизайн поставить, но по качеству вообще некачественно. Итак, костюм с рейтингом 3,6 Лисе понравился. Вещица номер 5. Космос шик. Костюм классический, оценка 2,5. Стоил 1682 рубля. На фотках он выглядит очень прикольным, как будто даже скань кажется какой-то дорогой. Топ на ребенка. Вообще не то. Ужасного качества синтетика. Ну, я так и предполагала. Две звезды за рубашку. Говорят, рубашка хорошая. Ну, что ж, проверим. Так, что-то тут похоже на капроновый колгот. Нет, вы видите, это у нас рубашка. А, кстати, а можно уточнить, в каком стиле эти вещи, почему они настолько хаотики, настолько разные? А вот ты узнаешь потом. Ну, это... У меня видно? Да. Трач. Так, смотрите, какая тут бирка. Нет возврата, если бирка снята. Ну, вообще-то так не работает. Возврат по закону как бы можно делать в любой момент, если мне вещь не понравится. Ну, в течение 7 дней для интернет-магазинов. Поэтому вот эти вот приколюки. Бирка снята, нет возврата. А-а-а, так это не работает. Чувствую обман. Так, к нему был какой-то комплект. Дальше, это комплект для нескольких вещей. Это что? Это шорт? Это юбка? Это сорочка? Это ночник? Это трусы? Или это может быть... Я не понимаю. Мне очень интересно, какого рейтинга этих вещей, потому что я не верю, что там 5 звезд. Что ты купила вообще? Что это? Что это? Что это такое, я вас спрашиваю? Что это такое, я вас спрашиваю? Ну, слушай, это как пижамка обычная. Выглядит как человек, который приехал на отдых, но так и не понял. Он едет на отдых или это офисный стилек, или это что вообще такое? Посмотрите, пожалуйста, на вот этот вот топик. Это просто что такое? Оно держится на честном слове. Вот только так держится. Только вот на этой вот бирке, которая запрещает мне обмен, если я ее уберу. Шорты это... Ну... Это как будто бы если мужские трусы, но только шорты женские. Ну, знаете, все-таки вот лайфхаки были раньше. Очень популярные, между прочим. Эта вещь отвратительная, безобразная, отстойная хероборина. Очень колючая. Ой, да, очень приятно. Вообще неприятно. Вообще. Прям совсем. И она прям колет. Я не знаю, что сказать, у меня паника. Даже эти бантики были лучше, чем вот эта вот вещь. Я в шоке, я в ужасе. О, Господи. Да, это похоже реально на то, что я зачем-то выскочила в ночной пижаме, а на улицу, но при этом я зачем-то надела блузку. Очень непонятно. Типа, да, это что? Я не знаю. Итак, пижама Лисе не понравилась, а значит, от нее нужно избавиться. Пижама, которой ты сказала, что тоже не понравилась, что это какой-то офисный непонятный стиль. И это тоже ждет расправы. Ты знаешь, ты сейчас везешь себя как злой родитель, который запрещает тебе говорить, что тебе что-то не нравится, и в итоге ты такой давишься там чем-то, или страдаешь от чего-то, потому что ты не можешь уже сказать, что тебе нравится. У меня скоро страх будет сказать, что мне что-то не нравится. Что мне с этим делать? Я не знаю. Смотреть записочку. Надеюсь, там будет много днева задания. Мне уже страшно представить, что это задание. Пожалуйста, пусть там будет что-то из серии положить на пол. Порвать руками? Серьезно, я должна рвать одежду руками? Зачем? И как мне рвать с руками? А вот придумай. А ногами? Можно ногами? А ладно, она вообще не качественная. Она легко рвется. А что с материалом? Ладно, теперь я заинтересована. Рвать! Это ужасно. Ты вошла во вкус, смотри. Это еще две вещи. Давай хотя бы трещину оставь, хотя бы нитку пусти. Нифига. Ну вы поняли, короче, я ее пробовала. Давай, шорты. Ужас какой-то просто я не понимаю, я все еще не понимаю концепции, что меня накрасно. А, ладно. Что с качеством? Ну вот, видишь, даже не жалко. Ладно. Все, отлично, достаточно. Лиса реально не будет носить эту одежду, реально не будет формовать возврат, она не будет никому ее отдавать, потому что такую хрень не отдашь. Вещи будут просто хламиться в квартире и загрязнять ее. А, ну, кстати, да, хэштег отомстила за тильку. От шмотки избавились, ура. Вещица номер 6. Пакет выглядит, конечно, очень прекрасно, потому что здесь инструкция о том, как от него не задохнуться. Считаю, что это, в принципе, правильно. Итак, это у нас... О, боже мой, что это такое? Это что, платье балерины? Нет. Что с этими бантиками? Мать их бантовую! Это вообще как? Что это такое? Почему настолько плохо? Кто это делал? Вонючий ветер. Оно, 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 ему очень плохо. Полиэстер спандекс. Вообще-то полиэстер это неплохо, но... Потому что бывают разные полиэстеры. Но это плохой полиэстер. Оно прозрачное, понимаешь? Оно прозрачное. Мракобесы. О, что это вылетает? Я думала, будет хуже, потому что у тех вещей качество было абсолютно отстойное. Но это десятикратный отстой на фоне всего остального отстоя. Это прям очень-очень-очень плохо. Но почему-то выглядит очень-очень нормально. Я не понимаю, или я просто отдохнула, и у меня хорошее настроение, но обычно у меня всегда хорошее настроение. Или вещи реально нормальные. Я не понимаю. Где токсичность в этом видео? Где зашкаливающее пост-ироние? Где это все? Почему даже вот эта вот вещь, на которой у меня была остатка, что она полная отстой, она норма? Она даже как будто бы не просвечивает? Не просвечивает? Нет. Блин, если бы сюда еще корсет какой-нибудь на живот, то вообще было топ. Мне кажется, это круто будет с футболками комбинироваться. Или футболками. Вот так это выглядит круто с футболкой. Мне очень нравится. Если сюда еще добавить какие-нибудь, типа, раздолбанные колготки, мне кажется, вообще хайпово выглядят. Угу. Вообще топ. Рукава клевые. Да, хорошо получилось. Мне тоже очень нравится. Мне вообще нравится вот этот вот прием, когда ты сочетаешь вместе с каким-то платьем футболки. Ну, тут, конечно, должна быть футболка такая. Во-первых, она должна быть достаточно плотная. Во-вторых, она должна быть немножко оверсайз, чтобы вот эта вот вся фактура смотрела свободно. И как будто, ну, специально так сделано, потому что, по сути, и так сделано специально. Кто еще носит платье с футболками? Ну, я, ну, мы. Так, значит, тебе вещи-то нравятся. Да. Да, ну, типа, я не буду в ней ходить, абсолютно точно. Потому что это, правда, прям очень неприятно ощущается на коже. Но для фотки, для видео, почему нет? Ну, типа, это реально прикольно смотрится с футболкой. Платье балерины Лисе понравилось, но суть в том, что, как бы, этого заказа не было в моей корзине. Поэтому я не знаю, что это за платье затесалось. Возможно, у него тоже низкий рейтинг, возможно, и нет. Но, в общем, одежда все равно не ждет наказания, так что давайте дальше. Вещица номер семь. Комбинезон с шортами плюс футболка. 165 оценок, 3-3. Блин, на самом деле, многие пишут, что красивый, а некоторые пишут, что какая-то фигня. Нет верхних клипс, шел грязный, не того цвета и без футболки. Мало мерить. Последняя вещь? Нет. А, сколько их там? Что за корейская бежевая эстетика, я не понимаю. Что за приколы? Так, это у нас стандартная футболочка. Кстати говоря, такие футболки обычно в косплей костюма кладут прям вот один в один. Потом рандомные какие-то непонятные мне штуки. Это российский бренд, а не корейский. А где логотипы, где составники? Где хоть какая-то информация о том, кто это? Тут вообще ничего не написано. Это не российский бренд. На Алиэкспресс заказывают, а потом такие перепродают. Я не верю. Какие если бы я заказала все на Алиэкспрессе и выдала за Вайлберрис? Действительно, кто так на Вайлберрисе не делает? Интересно. Ну ладно. Вы же знали, надеюсь, о том, что на Вайлберрисе практически весь ассортимент это тот, кто с Алиэка покупает вещи, а потом просто перепродает их с наценкой. И тут есть как бы концептуальная разница, потому что на Алиэкспресс вы покупаете ровно то же самое, но в большинстве случаев. Но ждете сколько там, месяц-два, в зависимости от того, как повезет. А на Вайлберрисе вы переплачиваете, но как бы доставочку сразу получаете. Люди на этом делают деньги, да. Вообще, на Вайлберрисе очень много странного спорного контента, на котором люди сделают деньги. Прежде всякие... Нет, я заказывала косметику, и мне в рекомендации выпала косметика за пик. И там, короче, была буквально помада с видом. И я охренела, потому что там даже не было пометки 18+. Помада в форме. Я уже молчу, потому что непонятно, откуда это. Делать. С помадом. Реально. И в отзывах, ой, какое шальное. А еще там в отзывах были всякие теки из серии. С вас 30 тысяч лайков, и я снимаю обзор на помады. Вы, кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал. У нас там потешно. Как ты назовешь этот образ? Я назову его Я Потерялась. Я Потерялась, помогите. О, Боже, что это такое, я вас спрашиваю. Это что? Это раздел детской одежды, я не понимаю. Если это раздел детской одежды, вопросов нет. Если это раздел взрослой одежды, что это такое? Кто в этом будет ходить? И это не мое субъективное мнение. Объективно, эта одежда очень плохая. Мало того, что вот эту вот штуку, это кастом пришлось делать самостоятельно. Так она еще ни хрена не держится. Вот. Фуговицы просто, мне кажется, они зажировели миллион раз, их переплавили, потом высрели, я не знаю, откуда-то. Потому что других вариантов у меня просто нет. Просто трэш, а не вещь. Это, короче, самая популярная вещь по заказам из тех, которые ты видел эту видео. Нет. Я не верю. Да, это самая популярная вещь. Но это просто полный трындец. Никому не рекомендую. Мне интересно узов почитать. Я не верю, что нормальный узов. Я и звезд. Серьезно? 76 говорят, что соответствует размеру. Все, значит, это тебе не нравится. Да, можешь себе забрать, если тебе нравится. Нет, мне не нравится. Мне тоже не нравится. Кстати, скоро я хочу делать максимальный разбор своего гардероба. У меня вообще уже некуда одежду новую складировать. Поэтому, ребята, обязательно следите за видео на этом канале. Я буду делать разбор гардероба, а потом всю одежду вам отдам бесплатно. Вот это контент. Итак, комбинезон Лисии не понравился, а значит, от него нужно избавиться. Так, следующий идет комбинезон. Все вытекающие из него. Но с этой вещью реально не жалко сделать ничего. Даже машины. Выкинуть в помойку. И вообще легко. Легко. Это просто полная отстоянная вещь. Вот, смотрите. Помойка. Достаем. Вот, что меня составляет делать в этом видео. Помойку. Заставили вещь закинуть в помойку. Молодец. Хвалю тебя. Ничего хорошего. Ничего приличного. Я вообще без штанов. Не просто так. От шмотки избавились. Ура. Вещица номер 8. Итак, джинсы со звездами. Опять розовые. Мне кажется, в каждом обзоре Лис есть розовые джинсы. Но я их взяла, потому что здесь оценка 2,5. 26 оценок. Итак, смотрим отзывы. Не соответствуют размеру. Маломерки. Короткие джинсы. На самом деле, если пишут, то они просто короткие. То есть, не какая-то там проблема в качестве, ничего не такое. А это что, такие же джинсы? А, нет, подождите. Это похожего цвета, но это уже розовая такая джинса. Благородный цвет. О, мне нравится уже. Где звезда? Такое ощущение, как будто здесь должны быть звездочки. Давай проверим. Я не верю, что здесь не было звездочек. Пожалуйста, проверь. Может быть, это какой-то охотник за предблудок. Я просто не знаю. Буквально швы. Остатки ниток. Ну, предполагается вот этих вот звездочек. Это странно. Это очень странно. Просто кому это... В какой вселенной кому это могло понадобиться? Я не понимаю. Трэш. Я же так называла охотник. Что же там дальше? Возможно, вы спросите. Возможно, не заметите. А возможно, заметите. Но не просто так я как бы не застегнулась. Это что там? А, ты посмотри. Если что, это шорты. Тут как бы дырки нет. Да ладно. Да, я просто нет. Ну, ладно. Допустим, что она есть. Предположим, очень странная история происходит вот здесь. Прям вот здесь. Очень странно. Потому что оно висит где-то в районе ляшек. Оно так не должно быть. Если они носятся на бедрах, то извините, пожалуйста, я не знаю, какого размера должны быть бедра. Но может быть, если они 80. Если это не носить на бедрах, соответственно, носить на талии, то тогда получается проблемная длина. А мой рост метр шестьдесят два. И как бы кайнда не самый высокий человек в этом мире. Короче, много вопросов, мало ответов. Заберите ваши брюки. Тебя ей не понравилось, правильно? Нет, они ужасные. Я расстроена. Так, на кону сейчас джинсы? Да, на кону сейчас джинсы. Я вообще без понятия, что она придумала. Разрезать. Бумажку? Нет, штаны. Нахрена? Ну, что вызываются эти вещи. Зачем? Зачем их резать-то? Вот так вот. Жесть. Чтобы не было причин оставить эти штаны. Поэтому тебе нужно будет их разрезать. Я не хочу резать эту одежду. Это тупо. Я не знаю, чтобы рыло за эти две недели, чтобы меня не было. Давай ножницы, я не знаю. А можно просто это использовать для кастома? Нет. Я нарежу тут этих ноздучек и сделаю из них обсайкл. Ужасно. Зачем ты заставляешь меня это резать? Я не могу. Я не хочу. Я не хочу. Это очень жестоко. Когда мы уничтожали косметику, в этом был смысл. В этом был смысл. Понимаешь? Ты не угадала свою косметику. Ты переезжаешь ее машиной или, ну что мы там сейчас не делали, переезжаешь ее машиной. Ну или машиной ее переезжаешь. Но здесь в чем смысл? У тебя не было согласно оставить эту вещь. Давай, нормально режь. Ты же не понравились штаны. Где же тебе не понравилось? Возвратно ты делать не будешь. Не буду, мне лень. Ну вот и все. Значит, одежда должна неизбожна уйти на контент. А сколько я должна это все порезать? Порежь нормально штанину. Зачем тебе не вырезаешь просто кусок? Ужасно, мне жалко. Это зато можно делать кастом. Я обещаю вам всем в присутствии Таролины, что я сделаю из этого видео по кастому, которое вы так долго ждете. Потому что я не могу. Моя душа не готова к тому, чтобы просто взять и изрезать эту вещь. Она не должна. Нет. Не буду я ее резать. Отстань от меня. Да не буду я. Ты никогда не убежишь из этой квартиры. Ни хрена себе, реально. 2 800. Смотри, звезды какие-то большие. А, да. Она вообще по-другому выглядит. Типа это просто... Это паленка. О нет, на Вайлберс в очередной раз продают паль. Ты не заметила самую главную фишку этого... Две с половиной звезды? Да. Гады какие вещи остальные? Это что, самые говеные вещи с Аликой, что ли? Ой, с этого с Вайлберс. Серьезно? Да. Мне нечего сказать. Пока. Кстати, лекватвиска.